Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. История православной церкви насчитывает почти два тысячелетия. За это время церковное предание вместило в себя большое количество книг и постепенно сформировавшихся традиций – каноны, богослужебные тексты, молитвословы, поучения святых отцов и другие книги о самых разных аспектах христианской жизни. Как разобраться в этом море информации человеку, недавно переступившему порог храма? Что считать главным? Замечательно, если найдется кто-то, знающий, и поможет. А если нет, тогда можно воспользоваться проверенным способом прочесть хорошую книгу. Например, такую, которая находится сегодня на нашей книжной полке. Она вышла в свет в издательстве Никея и называется «О чем говорит Ветхий Завет?» Священное Писание. Эта книга, по словам издателей, вводит читателя в Ветхий Завет. Его сюжеты, структуру, историю создания и духовное содержание. Ее автор Михаил Анатольевич Скобелев, кандидат богословия, преподаватель Московской духовной семинарии и православного Святотихоновского гуманитарного университета. Уникальность подач материала в книге состоит в том, что автор раскрывает ветхозаветную историю через ее главных действующих лиц – Авраама, Моисея, Иисуса Новина, Давида, Иова. Ветхий Завет – это история людей, их нравственных падений и духовных подвигов, история поиска Бога. Автор показывает принципиальные особенности Священного Писания и объясняет его духовно-нравственный смысл. В предисловии книги Михаил Анатольевич пишет, Священное Писание христиан или Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Приступая к рассказу о Ветхом Завете, мы сразу сталкиваемся с серьезным вопросом. В нескольких десятках ветхозаветных книг содержится множество сюжетов и тысячи имен. Не случайно апостол, вспоминая события священной истории, восклицает «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Как же построить рассказ? Что выбрать? Вроде бы ясно, выбрать самое главное, как это делается, например, в хрестоматиях для учащихся, чтобы они могли быстро ознакомиться с сюжетом длинного романа. Но священное писание – не роман. Все его книги совершенно особенные, богодухновенные. И, по мнению святых отцов, в них важно все, даже отдельные слова и буквы. Все главное. Что же делать? Как отмечает автор, изобретать свой способ повествования ему показалось слишком дерзким, и он нашел надежный ориентир – изложение священной истории в апостольской проповеди. Архидиакон Стефан и апостол Павел, проповедуя Иудеям о воскресшем кресте, начинали свою речь с изложения событий ветхозаветной истории и описывали основные ее этапы через деяния главных действующих лиц – Авраама, Моисея, Иисуса Новина, Давида, Соломона. И Михаил Анатольевич последовал их примеру. Но прежде чем перейти непосредственно к рассказу, он кратко напоминает важные принципиальные особенности священного писания, которые необходимо помнить всякому, приступающему к его чтению. Одна из особенностей следующая. В отличие от произведений художественной литературы, где подробно описываются внешность героев, их внутренние состояния и переживания, объясняются мотивы их поступков. Писание практически полностью лишено этих подробностей. Так, описывая красоту жены патриарха Якова Рахили, священный автор говорит, «Рахиль была красива станом и красива лицом». И все. Сравните это с описанием, например, внешности Анны Карениной. Другое важное отличие. Читая светскую литературу, мы всего лишь следим, не без сопереживания, конечно, за жизнью главных героев. Священные же авторы вовлекают нас в активный диалог с текстом. С одной стороны, в Писании Бог открывает себя людям, и поэтому мы называем собрание этих книг божественным откровением. В Ветхом Завете мы часто встречаемся с реакцией Бога на то или иное событие. Эта реакция может быть передана в выражениях. «И возгорелся гнев Божий на Израиль, и раскаялся Господь, отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, Господь пожалел о бедствии». Как отмечает Михаил Анатольевич, у читателя может возникнуть вопрос. Как же так? Бог – Творец мира, Вседержитель. И вдруг человеческие эмоции – гнев, жалость, раскаяние. Что это? Еще один миф, каких множество в литературе древних греков? Нет и еще раз нет. Библеисты называли такие выражения антропоморфизмами. Слово Божье обращено к человеку, поэтому священные писатели говорят нам о Боге и его свойствах в доступной и понятной нам форме, и не следует понимать их буквально. Кроме того, в Ветхом Завете есть книги, содержащие в ответ человека его слово, обращенное к Богу. Самые яркие примеры – псалтирии книга Иова. Но, по сути, и весь текст Писания является собой активный диалог между Богом и человеком. Всякий заинтересованный читатель становится участником этого диалога, вступая таким образом на путь Бога общения. Важно также подчеркнуть, говорит автор, что в Писании Бог обращается непосредственно к нам лично. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Даже в вопросах, адресованных, согласно контексту, непрямо нам, как, например, вопросы Иисуса Христа к апостолу Петру «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Мы не можем не чувствовать, что он обращен и к нам тоже. А еще Священное Писание дает нам множество примеров поведения в отношении к Богу и человеку – родителям, мужу, жене, детям, другу, врагу. Часто эти примеры для большей убедительности представлены в виде антитес. Положительный пример, отрицательный. Авель – Каин, Сим – Хам, Сарра – Агарь, Исаак – Измаил, Яков – Исаф, Иосиф – братья, Давид – Саул. В этом противопоставлении библейских персонажей реализуется одна из главных идей Писания – тема двух путей – жизни и смерти, благословения и проклятия, святости и беззакония. По словам автора, читая Ветхий Завет, важно помнить, что люди, жившие до прихода Мессии, не обладали той полнотой знания о Боге и человеке, которой обладаем мы, христиане. И потому многие их поступки в свете новозаветного откровения представляются нам странными, а иногда и смущают. Для правильного их понимания необходимо обращаться к церковной экзигезе – толкованию. Экзигеза начинается с умения видеть в содержании текста проблему и задать правильный вопрос, а затем постараться найти на него верный ответ. Вот и мы, говорит автор, будем учиться задавать вопросы и находить на них правильные ответы. Как отмечает автор, размышляя над значением Ветхого Завета в жизни церкви, можно сделать следующий вывод. С одной стороны, Ветхий Завет – приготовление к новому, так что, по слову апостола, закон был для нас детоводителем ко Христу, то есть уже выполнил свое назначение. С другой стороны, весь Новый Завет дышит Ветхим Заветом. Для знающего Писания очевидна невозможность открыть всю глубину евангельских слов Спасителя, не изучив Ветхого Завета. Вот почему церковь изначально использует ветхозаветные книги в своем богослужении, тем самым сделав их неотъемлемой частью своей жизни. Кроме того, еще раз повторимся, весь текст Писания представляет собой активный диалог между Богом и человеком. И книга, о чем говорит Ветхий Завет, приглашает читателя стать заинтересованным участником этого диалога. Ну а нам, дорогие друзья, пришла пора прощаться. Читайте мудрые, душеполезные книги, вы найдете их в церковных книжных лавках, и дохранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok